Я скажу вам, что это просто мэст хэв какой-то. Чайнику нагревать его, пока он греется, ребенок кричит. Ты начинаешь сходить с ума. Тут, кстати, можно еще еду подогревать, йогурт и даже варить яйца. Всем привет! Здрасте! Вам очень зашел формат о том, как не надо покупать для детей какие-либо игрушки, вещи и так далее. И я сегодня составила для вас топ нужных вещей для малыша. Всем мамам известно, что когда появляется в семье малыш, хочется купить все и сразу. И нужно здесь фильтровать. Я уже выпускала видео. Вот сюда, мошечка. Я уже выпускала видео о том, какие вещи не понадобились нам с Матвеем. Вы можете это видео посмотреть вот здесь вот в ссылочке. А сегодня я хочу рассказать о том, что нам все-таки пригодилось, поэтому погнали. Итак, я начну с очень достаточно банальных вещей. Это сосочка. Несмотря на то, что у меня первые два ребенка совершенно никогда не сосали соску, Матвей другой, исключительный, не такой, как все. И, в общем, соску он сосет. Это наше спасение, это наш кайф. Это с галочкой зеленый предмет. В общем, соска это хорошо. Не очень банальная вещь. Я уверена, что она не у всех есть. Первых моих двоих не было. Все время сравниваю с Матвеем с моими первыми двумя. Ну, а как еще? Это мобиль. Это мобиль. Это мобиль. Ничего не понимает. Матвей его очень любил. Всегда. В общем, тут очень медленная, нежная музыка. И, начиная с рождения, месяцев, наверное, до трех-четырех он просто с ним засыпал. Потом эта музыка его успокаивала. То есть, если даже сейчас он будет кричать, и я включу рядом этот мобиль, просто положу рядом и включу, он успокоится и, не знаю, начнет заниматься своими какими-то вещами, играть, куда-то смотреть и так далее. Поэтому, билайк. У нас мобиль от Fischer Price. Озвучу сейчас бренд, потому что музыка здесь баха, соната, воздух. В общем, у нас одна из наших нянь, она учитель музыки, она распознала, да, о том, что здесь, оказывается, играет бах. И музыка здесь действительно классная, очень мелодичная, не такой китайский граммофон, поэтому берите на заметку. Ну, конечно, стульчик. Стульчик нужен всегда. И всем это сто процентов. Это без вариантов. Думаете, брать стульчик или нет? Конечно, берите. Не думайте. У Дани был икеевский. Кстати говоря, мне он понравился больше всех. Его нужно мыть минимально. Самое маленькое количество деталей там и так далее. И он максимально удобный, в принципе, под все столы и под всех детей. Но сейчас икею вы не найдете. Эта модель меня устраивает. Мне нравится, что она ездит. И мне нравится, что она легко моется, несмотря на то, что она беленькая. Но все смывается хорошо. Коврики для малыша тоже были абсолютной необходимостью. Большую часть нам просто подарили. Просто подарили. Это стимулирует малыша двигаться. Матвею очень нравились яркие картинки. Он пытался ползти. Ему было интересно их потрогать, попробовать до них доползти, добраться. Поэтому коврик это тоже была необходимость для нас. И до сих пор он пользуется особенно вот этим вот мягким прорезиненным ковриком. И, кстати, коврики легкие и их удобно брать с собой. Что мы и делали практически в каждом путешествии. Я покупала эти пледики для того, чтобы малыша можно было красиво сфотографировать. Чтобы это было эстетично и прикольно. Но я скажу вам, что это просто мэст хэв какой-то. Потому что мы ими и укрываем. И можно постелить, чтобы посадить ребенка на травку там или еще где-то на улице. Мы берем их с собой в самолет. Он может спать, как на подушечке. Они очень мягкие, нежные, теплые, приятные на ощупь. Короче, это прям классная штука. Еще когда я была беременная, Миланке очень хотелось вот такую книгу из фетра для малыша сделать самостоятельно. Зная то, что она очень часто начинает и бросает, я не стала покупать ей материал. Но мы договорились, что когда малыш родится, все-таки я закажу книгу. Так вот, совсем недавно к нам пришла именная книга для Матвея, сделанная ручной работой из фетра. Смотрите. Тут очень много прикольных активностей. Можно откреплять, играть, перебирать бусинки. Матвей в восторге, сидит очень долго с этой книгой, постоянно. И я думаю, что дальше будет только лучше, только больше. Эта книга рассчитана на развитие ребенка, мне кажется, лет до двух с половиной точно. Поэтому я довольна покупкой. Уверена, что это нам пригодится еще долго-долго. Бытует мнение, что ванночку для малыша покупать не обязательно. И можно использовать обычную ванну в доме, если она у вас есть. Возможно, так и есть. Но могу сказать по своему опыту, конкретно с этим малышом, эта ванна намного удобнее. Наливать воды здесь нужно в три раза меньше. Это по времени в два раза быстрее. Ванночка находится на высоте. Это позволяет не уставать в спине поясницы мамы или того, кто купает. То есть не нужно постоянно находиться в состоянии зю. Ты просто стоишь рядышком с ребенком. Эта ванна еще обладает своим собственным сливом. То есть ее не нужно переворачивать. Ну и своими собственными ножками. Поэтому она такая высокая. Мы пользуемся с рождения и до сих пор. И нам удобно. Матвею в ней комфортно. Он чувствует края ванночки. Поэтому не боится пространства. В общем, то, что нужно. Я не буду рассказывать о том, как удобно пользоваться пеленальным столиком. Потому что это реально очень удобно. Мне кажется, это самый удобный способ, чтобы ребенка помыть, переодеть и так далее. Я не буду рассказывать. Я не буду рассказывать. Но пойдемте покажу кое-что еще, что мне очень-очень пригодилось в этот раз. Еще очень-очень удобная штука. Это подогреватель бутылочек. Я его, кстати, беру сейчас с собой просто в каждую поездку. Потому что ты спишь ночью. Среди ночи ребенок просыпается. Ему нужно покушать. Достаешь бутылочку. Она уже тепленькая. Нужная. Классной температуры. Смесью смешал. И все. Раньше приходилось бежать к чайнику, нагревать его. Пока он греется, ребенок кричит. Ты начинаешь сходить с ума. И, в общем, эта картина, даже вот когда я ее рассказываю, мне кажется, она уже ужасающая. Здесь достал, перемешал. На все про все вы затрачиваете буквально минуту. Короче, удобная штука. Классная. Тут, кстати, можно еще еду подогревать, йогурт и даже варить яйца. Вот этим я не занималась. На этом все. С вами был канал Family Box Vlog. И я, Вероника, многодетная мама. Всем пока-пока. Всем привет. Меня зовут Милана. И я приглашаю именно тебя на свое влог-шоу. Долгожданное событие. Наконец-то мой сольный концерт. Мы будем танцевать и тусить все вместе. Тебя ждут самые яркие впечатления, ферверки эмоций и незабываемая атмосфера. Приходи. Я жду именно тебя. Мы здесь не одни. Жми лайк, делай хайп. Двигаться начни. Здесь Милана будет... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok